Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Изменилась эмблема команды и форма игроков. Теперь военные летчики сражаются в полноценном чемпионате высшей лиги. На медали претендуют 27 клубов из России, Казахстана и Китая. Многие команды – дублеры клубов континентальной лиги. А домашние матчи проходят в Ледовом дворце «Кристалл» на мехзаводе, так как старый Немал Дагвардейской снесли. И уже через год ССК ВВС сыграет в современном дворце. Темп игры в первом периоде первого матча ВХЛ задавал казанский «Барс». Он дважды зажигал красный фонарь за воротами военных летчиков. Хозяева площадки забили лишь одну шайбу, во втором отличился Денис Ковалев. В концовке матча непрерывно атаковали обе команды, но счет на табло в третьем периоде так и не изменился. 1-2 – досадное поражение военных летчиков. Вторую игру сезона ЦСК ВВС проведет в четверг. В Ижевске их встречает местная Ишталь, которая начала поход за медалями ВХЛ с победы. ЦСК ВВС занимает 22-е место из 27 соперник 10-е. Лидер – питерская «Динамо». В финале Кубка России по пляжному футболу самарские крылья Советов уступили питерскому «Кристаллу» 0-3. Нам не хватило чуть-чуть везения. Много били по воротам, но мяч не залетал, прокомментировал исход встречи галкипер Волжан Сергей Володин, ставший лучшим вратарем турнира. Напомню, в чемпионате страны крылья Советов заняли только седьмое место. Самарская дзюдоистка выиграла армейский чемпионат мира. В Монголию Анастасия Конкина прилетела из Венгрии с командного международного турнира. Однако европейское рандеву никак не сказалось на схватке в Азии. Конкина оказалась сильнее китаянки в схватке за выход в финал, а в решающей встрече с кореянкой заработала золотую медаль в личном зачете. Еще одну награду высшей пробы завоевала Мария Персидская, отстояв свой прошлогодний титул чемпионки мира среди военных. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!